эффект перетекания для эффекта перетекания бленда минимум два объекта надо выделить существует два способа выбора этого эффекта первый способ так и напишу первый способ это сам инструмент инструмент бленд находится под инструментом градиент как работает инструмент нарисую два объекта минимум два объекта у нас под рукой должно быть к объектам рекомендуется применять заливки однородную и или градиентную узор и другие там меш и так далее они вроде и не капризничают но в то же время не перетекают плавно не передаются не передают оттенки другому объекту поэтому однородная и или градиентная довольно интересно работает очень интересный переход создают цветовой пока без обводки к обводкам еще пойдем пока без обводки и первым способом я беру инструмент бленд и делаю клик сначала по одному объекту затем по второму между этими объектами получается вот такое перетекание еще раз беру инструмент бленд щелчок по одному щелчок по второму второй способ дает такой же результат но без инструмента без инструмента это просто функция она иной раз бывает намного удобнее так как инструментом надо точно попасть на нужный объект а иногда объекты на заднем плане не доступны поэтому второй способ очень рекомендуется и особенно клавиатурная комбинация в меню перетекание задать альт контрол б альт контрол б результат абсолютно такой же без сомнений все то же самое вы получаете так что смело смело пользуйтесь и вторым и на первым способами что вам удобно альт контрол б очень рекомендую запомнить эту клавиатурную комбинацию первое что мы хотим делать с перетеканиями это задать точное количество промежуточным объектом то есть точно задать нужное количество для выбора количество промежуточных объектов мы выделяем уже готовое перетекание и выполняем двойной клик по инструменту blend по умолчанию стоит такая функция smooth color сглаживание цветов нас все таки интересует более точное количество объектов поэтому в этом списке мы выберем specified steps точное количество объектов один объект 3 объекта или 12 или 24 пожалуйста здесь вы задаете абсолютно точное количество объектов первая команда это сглаживание третья дистанцию дает а вторая то что надо можно выбрать точное количество объектов ориентацию этим объектом мы можем задать и по page по странице все объекты сохраняя свой вертикальный вид и по path чуть позже мы готовое перетекание поставим на другую кривую тогда режим path будет смотреться очень интересно объекты промежуточные примут все повороты углы этого другого контура окей выделю второе перетекание и тоже задам нужное количество объектов пусть будет 25 и тоже выравнивание по path по контуру если я сейчас пойду в режим контуров то я увижу исходные объекты и путь промежуточных как будто и нет если их нет значит мы их не можем выделять но мы в этой стопке можем выделять один из исходных объектов с помощью group selection group selection щелчок по пустоте и я выбираю один из исходных объектов очень хочется задать обводку обводка тоже перетекает пожалуйста довольно интересно все смотрится так что поэкспериментируйте с этим если через какое-то время вы передумаете работать с перетеканием вы можете отменить эту функцию release отмена остаются исходные объекты если хочется разобрать перетекание и с промежуточными объектами тоже поработать то expand уже знакомая функция могу разгруппировать и пожалуйста все объекты уже доступны но отменяю я все еще хочу с перетеканием работать очень интересные команды в конце этого списка например reverse spine изменить направление слева у меня зеленый эллипс справа градиентная звездочка я хочу изменить направление этого пути слева звездочка справа эллипс обратите внимание что звездочка на переднем плане а эллипс на заднем плане изменить порядок тоже возможно reverse front to back изменить порядок а вот еще одна команда довольно интересная но она увы не активна replace spine изменить путь если такой дословный перевод но более понятный перевод поставить готовое перетекание на другой путь поставить готовое перетекание на другой путь команда будет активна если мы выделим и готовое перетекание и конечно же путь путь конечно создаем из простого контура не кисть ни в коем случае выделяем и готовое перетекание и путь и применяем вот эту команду replace spine все то же самое можно делать и с замкнутой фигурой пожалуйста нарисую пожалуйста нарисую замкнутую фигуру выделю эту фигуру выделю уже готовое перетекание и попробую задать эту команду применить эту команду дело в том что эта команда если идти в режим контуров распределяет объекты таким образом первый исходный объект на первом узле encore последний объект на последнем узелке здесь с замкнутой фигурой все так же работает encore и encore то есть эти исходные объекты реагируют на узлы и как бы я не старалась сейчас с помощью group selection замкнуть вот этот круг ничего не удастся я искажу круг а не хотелось бы я могу замкнуть этот круг только добавлением еще одного а то и двух узлов на этом контуре так как объекты реагируют на узлы то пожалуйста перо с плюсиком щелчок по контуру и я добавлю еще узел или два узла можно попробовать работать с перетеканием когда только обводки у нас выделены допустим хочу получить какую-то рамку с такой глянцевой блестящей поверхностью нарисую фигуру строго без заливки она все испортит и с какой-нибудь темной и толстой обводкой пусть будет черная обводка толщиной 35 пунктов так как для перетекания минимум два объекта должно быть то я скопирую этот объект и поставлю сюда же в эти же координаты на передний план и копии задам другой цвет обводки и толщину 1 пункт у меня две обводки толстая черная и тоненькая белая выделяю обе обводки и сразу клавиатурной комбинацией alt ctrl b задаем перетекание на эту тему можно фантазировать очень много любые элементы любые объекты можно нарисовать конечно же заднего плана объект надо делать потолще переднего плана объект ctrl c ctrl f потоньше и вот после этого спокойно задать перетекание спокойно работать перетекание сейчас еще раз скопирую ctrl c c c и задам прошу прощения ctrl f а не куда попало и задам другой цвет обводки и толщину в один пункт вот такие две обводки и перетекание alt ctrl b фантазируйте тем более что вы знаете как работают эти обводки на панели строк как дэштлайн, любые скругленные концы и так далее. Здесь фантазия без границ. Не забываем, количество промежуточных объектов регулируется у инструмента Blend. Двойной клик. Один объект нас не устраивает, где-то 25. И ОК. Вообще с обводками можно очень много фантазировать. Еще одну страницу добавлю. И, допустим, нарисую прямой сегмент какой-нибудь обводки. Обратите внимание, чтобы избавиться быстро от этих всех свойств, я сделаю щелчок по кнопочке черно-белой, либо просто нажму D. Нарисую прямой сегмент. Красный цвет обводки. Пусть будет толщина в два пункта. Хочу поворачивать этот сегмент относительно нижней точки. Беру Rotate, держу свободной рукой Alt и делаю щелчок по нижней точке. Поворот, допустим, на 45 градусов. Копи, копирую. И Ctrl-D повторяет эту трансформацию. Ctrl-D до тех пор, пока последний сегмент не попадет на самый первый. Вот так. Выберу разные цвета, чтобы был разноцветный такой элемент у нас. Пожалуйста, выделю все абсолютно элементы и клавиатурной комбинацией Alt-Ctrl-B задам перетекание. Здесь тоже двойной клик по Blend и можно задать любые шаги, любое количество промежуточных объектов. Функции довольно интересные. Здесь можно фантазировать без конца. Также есть задание в ваших папках. Есть такое задание «Ножницы и перетекание». Ножницы и перетекание само название уже подсказывает. Здесь на первый взгляд перетекание между эллипсами. Но на самом деле, если бы перетекание было между эллипсами, то я вовнутрь не поставила бы ни лампочки, ни ножку. Поэтому перетекание между половинками эллипса. Рисуем эллипс. Как в названии подсказка стоит, делаем разрезание с помощью ножниц. Всего два клика. Слева и справа. Выделяем обе половинки. При нажатой Alt дублируем. Можно выбрать другой цвет обводки, посветлее. И сейчас задаем перетекание только нижним половинкам. То есть нижняя синяя половинка выделяется, и нижняя голубая половинка выделяется. Alt, Ctrl, B. Вот такое плотное перетекание. Можно задать любое количество шагов. Допустим, 35. Чтобы задать перетекание между другими половинками, мы их сейчас выделяем. Верхняя синяя половинка и верхняя голубая половинка. Alt, Ctrl, B. И также тоже количество шагов здесь уже на свой вкус, как говорится. Эти верхние дуги мы отправим на задний план, и их сделаем полупрозрачными. Пожалуйста, любая лампочка, любая ножка уже спокойно попадут вовнутрь этого перетекания. Без проблем. Пожалуйста. То есть можно здесь пофантазировать и с удовольствием работать с этой потрясающей функцией. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова